Уважаемые владельцы автосалонов и торговых марок, ну вообще не проездная дорога. Всем привет, вы на канале Мотолайф, я Комбат и у нас рубрика Украина глазами байкеров. Мы сейчас находимся в Кировоградской области и я хочу вам показать одно из нерастиражированных мест, куда не просто так доехать и 90% жителей Украины не знали об этом месте. Итак, у нас Морозовский карьер, его еще называют долина мертвых экскаваторов. Интересно? Поехали! Музыка Мы вбили точку, которая уже была в интернете, Огрядовый Майданчик. Вот сюда доехали, хочу вам сказать, сюда можете даже не ехать, потому что здесь все заросло, внизу какая-то свалка и вот как бы вы видите этот карьер. Я забегаю наперед, хочу сказать, что мы проехали по вот этой дороге, вниз спустились аж туда и хотели доехать там, где сами экскаваторы. Но там раскисло все, после дождя вообще сюда даже не рыпайтесь, потому что мы доехали до места, там где просто лужи кисели из глины. Я полетал дроном с этой стороны, я позже немножко покажу, но мы все-таки хотим найти место, где именно можно полазить по экскаватору. Поэтому мы поедем дальше, по-моему, в Понтаевку и там поспрашиваем, как туда добраться. И уже там, когда мы это найдем, я вам дам точку GPS, которую оставлю в описании и туда-туда поедете. А здесь нет смысла здесь что-то смотреть, как бы, если у вас дрона нет, вообще фигня. В поселке Понтаевке неработающий разрез Морозовский, где раньше добывали уголь, превратился в озеро с крутыми глинистыми берегами. Морозовский угольный разрез – одно из двух кладбищ экскаваторов в районе Александрии, где можно увидеть уникальную карьерную технику. Морозовский карьер находится возле села Понтаевка, к западу от Александрии. Введен в эксплуатацию в 1970 году. Был одним из крупнейших буроугольных карьеров страны. Плановая мощность – почти 3 миллиона тонн бурого угля в год. В 2004 году добыча остановилась из-за финансовых проблем предприятия, которые решено ликвидировать. Карьер постепенно затапливается грунтовыми водами. В Украине залежи бурого угля сосредоточены преимущественно в Днепровском буроугольном бассейне, на территории которого и расположен город Александрия. Поскольку залегают горючие осадочные породы растительного происхождения неглубоко под землей, уголь добывали карьерным способом. В угольной промышленности эти карьеры называют разрезы. Некоторые из них имеют гигантские размеры. Уголь, добываемый в них, используется в виде брикета, преимущественно в быту. В общем, еще ищем дорогу на долину мертвых экскаваторов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, видно, не судьба. Не судьба, потому что мало того, что на мотоцикле это не то, да, да, замечательность, на которой надо ехать лучше. Ну, на эндурике можно, конечно, повыделываться. Но здесь у нас, получается, просто все залито водой. Просто все залито водой. Просто мы тут не проедем. Тут просто трясина. А нам ехать где-то километра два, и тут все как бы... Ну, вообще, непроездная дорога. Вот, это капец, просто обидно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, танки грязи не боятся. Я уже возле вот этих луж с вами попрощался. Но мы поехали дальше. Под водой оказался прессованная щебенка. Мы доехали уже до момента, где просто закончилась вот такая дорога. В принципе, можно было проехать, но далеко потом, наверное, за трактором идти. Поэтому, уважаемые владельцы автосалонов и торговых марок, можете предоставить для меня какой-то джип или какую-то машину, которая может вот по такому ездить. Вот это будет движуха. Реальный тест-драйв. Ну что, мы идем уже пешком. Уже мы, когда ехали, видели один экскаватор. И, наверное, мы сейчас до него дойдем. Ну, смотрите, дорога та, которая для автомобилей, она полностью раскишевшая. Не проездная, здесь тропинка вот такая протоптанная. Видно, сюда частенько люди ходят, и тропинка есть. Будем надеяться, что эта тропинка приведет нас туда, куда надо. Вот сейчас вы можете видеть вот стрелу одного из экскаваторов. Ну, это мы сюда дроном долетали, когда были на смотровой площадке. А я хочу все-таки найти на этой стороне где-то есть еще экскаваторы. Ну, по тропинке мы дошли до берега этого карьера. Вот, вот этот экскаватор. Ну, я тут не наблюдаю, где по вот этой стороне этот экскаватор, блин. Не вижу, не вижу. Тут такой отвесный, отвесный берег. Ну, вода, конечно, лазурная, красивая очень. Если передает камера, вы увидите, какая она красивая. Супер, ну, сейчас еще немножко. Сейчас я, наверное, здесь взвлечу и вдоль берега полетаю, и посмотрю, где же этот экскаватор. Может, его уже на металл разрезали. На месте разработок месторождений осталась заброшенная гигантская добывающая техника. Часть ее уже исчезла под водой, ведь понемногу разрез затапливается. Здесь вода поднялась уже более чем на 20 метров. Бирюзовый цвет указывает на значительную глубину водоема и его чистоту. Уже после съемок я определил, что возле Александрии несколько карьеров, и на тот карьер, где много шагающих экскаваторов, как называют «долина мертвых экскаваторов», мы, как вы поняли, не попали. Хотя в интернете все статьи описывают, как будто это один карьер, а на самом деле их два. Еще между ними есть красивейшее лечебное серебряное озеро. Будем считать, что это первая часть морозовского разреза, на котором красивые берега и вода. Но всего один экскаватор, и нет возможности покупаться из-за крутых берегов. Но мы обязательно еще поедем и специально заснимем новые футуристические техногенные красоты. Ну что, друзья, показал вам это прекрасное место. Очень красиво, очень красиво. Красивые кадры съемки с дрона. Но я хочу вам сказать, что я не нашел место подхода именно какой-то пляж найти, чтобы искупаться в этой просто лазурной воде. Также я не увидел, кроме вот этого одного экскаватора, больше экскаваторов я не нашел. В интернете показывали, что где-то еще один стоит, спущенная стрела. И был еще один полузатопленный. Может он уже утонул, а тот может растащили, или я куда-то еще не доехал. Кто здесь был или кто местный, напишите в комментариях, пожалуйста. Может точку геолокации сбросите, как надо было ехать. Потому что я хотел доехать до вот этого экскаватора со стороны смотровой площадки. Но там глиняная дорога, дождь видно был недавно, раскисшее не проехать. Сюда можно, я думаю, доехать, ну только на внедорожнике, и только когда будет стоять сухая погода, как минимум неделю-две. Классное место, очень хотелось покупаться, нет возможности. Но, во всяком случае, я вам в описании оставляю две GPS-точки, одна смотровой площадки, другая, как сюда, до этого места, доехать и посмотреть ближе. Ну что, если вам было интересно и полезно это видео, подписываемся на канал Мотолайф, ставим лайк и бьем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы едем дальше, следите за нашим каналом. До встречи на дорогах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok